Молодежный губернаторский бал прошел в Новосибирской области. Участниками стали около тысячи молодых людей, в том числе студенты из 18 образовательных организаций высшего образования Новосибирска, студенты из 33 государственных профессиональных образовательных учреждений и представители 26 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, лидеры и активисты общественных объединений, победители и призеры студенческих конференций, творческих фестивалей и конкурсов, спортивных турниров и слеток. В общем, сливки общества. И у нас в гостях сливки сливок. Это лучшие из лучших. Татьяна Доронина и Алексей Костычев, король и королева бал. Доброе утро. Здравствуйте. О, подождите, я вам не включил микрофон. Еще раз. Доброе утро. Вот. Здравствуйте. Ну что, вы удостоены путем голосования зрителей, я так понимаю, в том числе. Но расскажите вообще про весь процесс, что вам пришлось пройти, что сделать для того, чтобы стать королем и королевой. Ведь не просто так же за красивые глазки была какая-то конкурсная основа. К счастью, да, не просто так же за красивые глазки. Мы боролись, было несколько этапов для того, чтобы нам пройти в финал. Первое. Было видео. Да, мы снимали подготовку короля и королевы на этот бал. Где-то полторы минуты. Это как на свадьбе, когда вы собираетесь, там краситься, там надеваетесь. Да, у нас были такие ощущения у всех, кто нас готовил, как мы собирались. И это все было как в предвкушении свадьбы какой-то. Потом нам нужно было придумать 10 фактов. Не придумать, а реальные факты мы эти где-то искали. 10 фактов о паре. И причем это было непросто найти 10 фактов о нас. Которые вас объединяют. Да. А можно нам парочку фактов? Потому что мы были знакомы на тот момент, всего 2 недели. Нам нужно было сначала узнать друг друга, чтобы эти факты... Сначала рассказать всю свою жизнь друг другу. Да, да. Ну-ка нам, пожалуйста, озвучьте парочку. Ну, самое первое, это было очевидно, что мы играем оба в баскетбол. Ну, я вам скажу, так у вас на лбу не написано, не слишком очевидно. Ну, просто мы знали, что я играю и Леша играют. Так, еще. Мы оба состоим в совете работающей молодежи Кочаневского района. То, что мы принимаем участие в проекте 100 дней ЗОЖ на территории Кочаневского района, там мы, собственно, и познакомились. Там познакомились. Самый такой факт мне понравился хозяйственный. Хозяйственный. Таня печет тортики, а я рублю дрова. Вот это было отличное партнер, действительно. Молодцы. Ну, и как вообще решили поучаствовать в этом мероприятии, что вас подтолкнуло? Нам предложила Евгения Бетиня, директор молодежного центра Кочаневского района. Ну, она сама подумала, когда получила положение, подумала, кого бы она хотела видеть в этой роли. И, ну, предложила мне. В роли королевы. Ну, предложила мне, я согласилась. И нашла быстренько короля. Короля, да. Находчиво. Видела я его уже. Ну, на 100 дней ЗОЖ мы уже виделись там пару раз. И, ну, я так подумала, что кандидат, наверное, сам. Точно хозяйственный. Да, да, да. Ты хочешь быть королем Кочанева? Ну, конечно. Ну, все, пошли. Вообще, да, они теперь короли Кочанева области, а не Кочанева. А, о, да, да. Куда берите. Вернемся к конкурсному процессу, давайте. Вы недорассказали. Что еще было, кроме вот видео подготовительного и фактов? Фотосессия была. Потом были подготовки танцевальные. Вы танцевали все вместе, все пары? Да, все 15. Один общий танец готовили. Несколько репетиций. Две репетиции. Ну, у тебя было две, у меня их было три. Он на первую не смог, потому что был на работе. Со столом танцевала? Ну, я так, да. Он представляла его в воздухе. Ну, а потом, когда приехала, мы уже с ним дома попробовали. Мы тоже так же в молодежном центре встретились и показала какие-то, ну, первые движения, которые мы там учили. Вот видите, граждане, не обязательно ходить на все репетиции, чтобы стать королем. Нет, царское это дело. Что еще было? Также там учитывалась явка. Если вы на явку не делаете, не приходите на эти репетиции, то там уже... А, можно было слететь. Вот видишь, Настя, а ты говоришь. Ну, однако проканала. Мы пропустили только одно, и опять же, только он один, а я была. Ну, и, наверное, справочку принес по уважительной причине. Конечно, обязательно. За что еще приходилось бороться? Танцевать, понятно, там был наглядный, в общем-то, применение. Голосования были у нас. На том, что мы тоже в соцсетях, да? Да, да, да. Мы были на фотосессии, и также учитывалась явка пар, кто у нас был, кто нет, и там уже смотрели так же по баллам как-то все это. Жюри оценивало. На самом деле, мы до сих пор не знаем, как оценивали нас и других пар. То есть вам просто сообщили, и все, вы король и королем. Вы только об этом узнали на сцене. Да, да, на сцене так стояли и нас ошарашивали. Ничего себе. Я думал, вы уже как бы знали, что все, шли на награждение. О том, в чем плюсы быть королем и королевой, что же все-таки кроме короны им дали, мы расспросим после рекламы. Король и королева молодежного губернаторского балла 2018 года у нас в гостях Татьяна Доронина и Алексей Косычев. Доброе утро еще раз. Доброе. Доброе. Вернемся к плюшкам. Готовились очень долго. Сколько вообще времени занимало? Три недели. Три недели готовились. За две недели до этого вы познакомились. Да. Еще три недели. Итого мы получаем почти полный месяц. Общей, так скажем, жизни. Хорошо, с подготовками все понятно. Теперь о том, что приятного было все-таки после бала, что получает король и королев? Море эмоций, которые нельзя описать словами. Медальку? Ну, медалька, этот значок мы получили, корону. Татьяна, корону. Да. Часы нам подарили. Королю корона не положена. Да, да. Видимо. На самом деле, я, конечно же, имела в виду какой-то опыт. Что вам дало вот это участие, кроме хорошего настроения? И почему вообще молодежи стоит или не стоит участвовать в подобных мероприятиях? Вы уже как бывалые люди, расскажите. Конечно, стоит участвовать. Это дает не только эмоции, но и какой-то опыт в общении, в посещении, в принципе, таких мероприятий. Туда попадают не обычные люди и студенты, а те, которые ведут активный образ жизни. Активисты. Да, в каком-то своем направлении. Где-то засветились. Да, да. И, безусловно, это плюсы молодежи. Молодежь должна быть активной, они должны принимать участие. Ну, и ты пришел, рассказал, какой ты хороший, активный. И ты не рассказываешь об этом, тебя уже видят. И они знают, что, если мы говорим именно о Бали, что есть те люди, которые такие активные, которых можно было бы туда отправить. Расскажите про свою активность. Чем вы занимаетесь в повседневной жизни? Где работаете, где учитесь, что продвигаете, какой ваш девиз? Я работаю в сфере логистики. Вот, составил еще в Совете работающей молодежи. Чем вы там занимаетесь в Совете? У нас проходят разные мероприятия. В прошлом году у нас был маршрут выживания, мы проходили. Также собираемся муниципальными образованиями, играем в волейбол. То есть, такие некие соревнования. Помимо этого, я еще занимаюсь баскетболом. Состою в команде Кочаневского, в сборной Кочаневского района по баскетболу. Вот это очень много, мне кажется, времени занимает. И работа, и совет, и еще и спорт. Да, вот это вот эти... Сильная у вас команда? Когда последний раз с кем играли, что вы играли? Сельские соревнования были. Третье место. Круто, поздравляем. Завтра у нас начинается область в городе Бердске. Поедем играть. Приходить и болеть за короля баллов. Ну, а что касается вас, Татьяна? Татьяна, да. Я, ну, как-то я, в принципе, участвую везде, где только можно. Какие-то также спортивные мероприятия среди муниципальных образований, либо там семейные какие-то спартакиады. Раньше я работала в ЦРБ, там у нас также были между больницами областные спортивные мероприятия. Мы еще, кстати, с Алексеем, это тоже один из наших общих фактов, что мы делаем добрые дела. Когда я работала в больнице, мы придумали сценку, поздравляли детей. Я была в костюме медсестры, Дед Мороз, Курочка у нас был, и Зайчик. Мы взяли этот оранжевый чемодан, который скорую помощь возит, там были мандаринки, и ходили по отделению, поздравляли детей. А Алексей был в школе Деда Мороза. Да, я со школы, со школы я всегда был Дед Морозом. Ну, это прекрасный роль. Это участь высоких и больших людей. Да, да. С низким голосом. Татьяна, а вы за что отвечаете в центре, в совете? Я участник, просто я не какой-то главный там член. Член совета. Да. Если мы вернемся на бал, мы знаем, что некоторые представляли там свои проекты, Андрея Травникова. Вы тоже? Нет, проектов у нас не было. Ну, а я не понимаю, на самом деле, как это выглядит, когда все танцуют, потом какие-то проекты, вы видели это, что это были? Нет. Это было отдельное мероприятие где-то. Мы все время проялись за кулисами. Сначала, да, у нас была закулисная жизнь, потом мандраж, а потом, да, мы ничего не помним. А танцы? Это же бал. Ну, мы ушли до начала танца. Сначала мы станцевали перед жюри. Два раза у нас. Два раза. Первый раз вообще должен был быть и последним, но нас попросили на бис еще один тарик. На бис, да. И мы с тряшущимися руками на второй раз еще раз танцевали. Но кроме общего танца были какие-то домашние задания, выступления какие-то индивидуальные каждой пары? Нет, индивидуальных не было. Не было ничего. Нас и оценивали уже, когда мы были в команде, полностью все 15 пар, и там уже за каждым смотрели жюри и ставили свои оценки. А с другими участниками бала удалось как-то познакомиться, пообщаться? Да, мы познакомились, но мы там на репетициях общались немного. Ну, так теперь, когда это уже позади, что можете сказать, там был кто-то для вас реальный конкурент или вы сразу понимали, что кто здесь король? Мы скромные. Все достойные конкуренты, конечно. Мы просто не знаем, как все готовились. Мы не видели ни одного ролика. Мы не видели, да, кто, что, как, снял. Мы только видели на фотосессиях людей, кто приходил и в каком образе они были, и на репетициях, на танцах. В фотосессии вы тоже должны были сами продумать какой-то сюжет, да? Да, у нас сразу была поставлена задача, что мы должны быть все в классическом стиле. И опять же, это все было у нас постоянно в последний момент. Почему-то получается. Это тоже то, что вас объединяет? Да. С одной стороны, потому что у нас вся делегация практически у всех мужей, жены, дети, у детей тренировки, у нас работа. Ну, и, в общем, такие плотные графики. И надо было придумать эти частушки. Мы с Евгением как раз сидели вечером, не знаю, сколько кружек чая выпили, пока мы придумали эти частушки и эти факты. И также придумывали образ. Просто сидели, я выбирала юбку, какую я завтра одену на фотосессию. Она говорит, ну, я бы тебе одела красную юбку. И я такая, блин, Алексею нужен красный галстук. И мы там время девять. Девять или десять вечера, и мы начинаем по всему району. Кстати, это может быть одна из историй интересных. И мы начинаем по всему району искать красный галстук. Нашли? Нашли. Где нашли? У товарища. Женя. Ну, в общем, это длинная история. Друг друга у друга. И в итоге галстук был у нас. Ну, и все. И мы... У нас, можно сказать, был цельный образ. И мы в нем были. Вознаграждены вы были за все свои старания и усилия. В том числе за поиск галстуков в десять вечера. Мы вами очень гордимся. Здорово. Спасибо. Поздравляем вас, да. Спасибо. Ну, было много интересных историй от вас сегодня услышано. Но это еще не все. Так положено напоследок нашим слушателям рассказать забавную историю, но настоящую жизнь. Вы обещали, да. А у нас все настоящее. Все наши истории настоящие, и факты тоже о нас все были настоящие. И, ну, может быть, также из бала одна история забавная, когда мы смеялись... Одна история при подготовке к балу. Смеялись все, да, когда мы подготавливались. Мы делали видеоролик, и у нас в Кочнево в ресторане там очень красиво, и мы решили там сделать танец. Когда мы уже... Вообще у нас был видеоролик, что мы сначала не влазим в платье и в костюмы, в рубашку, и нам надо было срочно похудеть. И мы решили принять участие в проекте «Сто дней зо, чтобы похудеть». И это все мы снимали, ну, вот этот весь ролик. Ну, чтобы быстро-быстро все это... Да-да-да, мы там в бассейне прыгаем, на баскетболе там играем, ну, худеем, в общем. Мы все входим в наши костюмы, в палатье. Да, и надо было снять момент, когда мы уже в платьях, в костюмах танцуем, красивые, нарядные. И мы договорились с директором ресторана на время, на 8 утра. Все, у нас последний день, сроки горят, еще видео надо подмонтировать. Приезжаем мы к 8 утра, Алексею надо было в 9... А мне нужно было в город, срочно по делам. Да, в 9 утра ему надо было уже уехать. И мы думали, за этот час быстренько собираемся, все, снимаем и расходимся. Мы к ресторану, я с прической там вся накрашена, Алексей там с костюмом. Я при параде весь в костюме. И платье держу, это там эти обручи, стоим, дождик какой-то моросит, стоим возле ресторана, приходим все делегации, там, кто снимал нас, мы... Дверь закрыта. Ну и все, время-то идет, мы не можем попасть, телефона ни у кого нет, как туда, кому звонить вообще. Женя побежала на задний двор туда, там есть вход, там дворник, она к дворнику, где там, кто там. Он ничего не знает, и номер телефона не дает. Она говорит, давай нам телефон, мы будем звонить, искать у нас на время. Он нет, не дам. В итоге, выпросили у него номер телефона, звоним и до сих пор смеемся, как мы искали эту повариху, которая нам может открыть эти двери. Ну что, успели? Слава богу, да, все получилось. Все получилось. Я уже думала, пришлось на улице танцевать. Танцевали хорошо. Машину тоже надо было, хотели красивую машину, что мы типа садимся и уезжаем уже. И машину тоже нашли в последний вечер уже. И она была грязная, там, они, хозяева машины, мыли ее ночью, чтобы было нормально все на еде. А утром встали, а утром дождь. Да, ну, как всегда. В Сибири, как только помоешь мою машину, сразу дождь. Это примета такая. Спасибо большое, что пришли. Король корневого молодежного губернаторского бала. 2018 Татьяна Доронина и Алексей Косачев были у нас в гостях. Доброе. Спасибо. 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 И мы тоже говорим всем спасибо. До свидания. До завтра в студии Радио 54. Для вас работали Талалаева, Настя. Александр Чесаритин. Виолетта. Доброе позитиво. Живите интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова